В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Юрий Шевчук. Здравствуйте. Сегодня в программе. Убил сожительницу и жил с трупом до визита соседа. Житель молодечно расправился со своей возлюбленной из-за того, что та пару дней назад ударила его по ноге. В Минске задержаны двое извращенцев. Мужчины совратили девочек 5 и 7 лет из семей своих же знакомых. Житель Слонима торговал на криптобирже и попал в поле зрения киберразведки через свой кошелек. Он провел сделок на 100 тысяч рублей. Теперь придется возмещать и платить штраф. А сейчас обо всем по порядку с нашими акцентами. Убил сожительницу и жил с трупом до визита соседа. 60-летний житель Молодечнинского района. Проживал с 54-летней возлюбленной. Пару дней назад дама ударила мужчину по ноге. Когда боль усилилась, тот стал возмущаться. Между сожителями возник конфликт, во время которого агрессор схватил нож и нанес несколько ударов по телу женщины. Она скончалась. Заприметив, что соседка несколько дней не показывается на улице, в дом, где жила пара, зашел односельчанин. Он увидел труп и позвонил в милицию. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело за убийство. Следователям фигурант рассказал, что в ночь с 18 на 19 марта у него с сожительницей произошел словесный конфликт. В ходе бытовой ссоры в руках у мужчины оказался нож, которым он нанес не менее шести ударов женщине. От полученных телесных повреждений она скончалась. На протяжении нескольких дней злоумышленник, не обращая внимания на находившееся в доме тело погибшей, продолжал жить обычной жизнью, употребляя алкоголь. Молодежненским районным отделом Следственного комитета в отношении 60-летнего жителя деревни Малашки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139. Это убийство Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Еще одна жуткая история случилась в Кричеве. Там после пьяного сна гость чуть не зарезал хозяйку. 36-летний мужчина, уже изрядно подвыпивший, в поисках добавки зашел к знакомой даме 62 лет. У той спиртного дома не оказалось, но гостеприимная хозяйка предложила хотя бы пообщаться. Во время разговора уставший гость уснул прямо за столом. Спал недолго, проснувшись, схватил со стола нож и приставил к горлу хозяйки. Простояв так какое-то время, кричевский джентльмен отпустил перепуганную женщину и ушел по-английски. Порез на шее матери заметила приехавшая ее навестить дочь, а узнав обстоятельства, вызвала милицию. У непрошенного гостя статья за угрозу убийства. В Минске задержаны двое извращенцев. Мужчины совратили двух девочек, пяти и семи лет, из семей своих же знакомых. В милицию обратился отец одной из пострадавших. Он рассказал, что когда его не было дома, в гости к жене пришел друг. Мать после выпитого алкоголя уснула, а дочка подверглась сексуальному насилию со стороны гостя. Папа сразу обратился в милицию. Подозреваемого задержали. Пили с ее мамой. Она со школы пришла. Дальше я начал ее трогать повсюду. Точно я не помню, как, но трогал что-то. Трогал пальцем руками там повсюду. Во втором случае семья пришла в гости к соседям. Хозяин квартиры заметил, как ребенок пошел в другую комнату и отправился за ней. Там он совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Малышка сразу же рассказала все родителям. Они вызвали милицию. В телефоне у подозреваемого оказались интимные фото и этого ребенка, и других детей. Дома, когда я пришел, увидел, что я ноги грязные, я начал вытирать. Увидел гениталии, вытер гениталии и сфотографировал. Зачем я это сделал? Я не знаю. Пекаюсь. Девочке сколько лет? Около шести лет. Хранил порнографию для личного. Ну, детская порнография. Узнав, что ребенок обо всем рассказал родителям, подозреваемый закрылся в комнате. Однако он не успел избавиться от фотографий и других улик, так как был оперативно задержан сотрудниками патрульно-постовой службы милиции Фрудинского РУВД. В телефоне фигурант-оперативники в сфере нравов обнаружили снимки интимного характера и детскую порнографию. Следователями возбуждены уголовные дела за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних. Их предстоит выяснить, в том числе были ли еще жертвы у подозреваемых. Рики Тикитави, ты ли это? Драка между мангустом и коброй попала в интернет. Маленький смелый зверек в очередной раз доказал, что в битве с ядовитыми змеями ему равных нет. А какие необычные происшествия случились в Беларуси, знает Александр Камович. Он продолжит программу. В Гомеле на пожаре работники МЧС спасли мужчину. Пламя разгорелось вечером в доме на улице Диповской. Во время разведки в негорящей комнате у окна огнеборца обнаружили и вывели на чистый воздух хозяина дома. После осмотра медиками пенсионера госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия и имущество в комнате. Причины ЧП выясняются. В Ивацевичах на пожаре также пострадал мужчина. В субботу днем спасателям сообщили о возгорании в квартире в четырехэтажном доме. В результате пожара пострадал сын хозяйки, который госпитализирован. Огонь повредил кровать, постельные принадлежности, закопченный стены и потолок в квартире. К возгоранию, вероятно, привело к курению в постели. В Слудске помощь спасателей понадобилась пассажирке авто. Она оказалась зажатой после ДТП. Сообщается, что авария произошла сегодня утром на улице Ленина. Столкнулись две легковушки – Шкода и Опель. При помощи специнструмента из первой машины спасатели деблокировали пассажирку. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу. Водитель Опеля не пострадал, а шофер Шкода на обследовании. Женщина получила ожоги на пожаре в Витебском районе. Инцидент произошел в деревне Замосточье. Когда спасатели приехали на место, дом был объят пламенем. Его хозяйка на момент возникновения пожара была в жилище вместе с сестрой. Женщины покинули дом самостоятельно. Тем не менее, хозяйка получила ожоги 5% тела, когда пыталась спасти вещи. Пожар ликвидировали, огнем уничтожены кровля, потолочные перекрытия и имущества. Повреждены стены. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Более 100 тонн соломы спасли работники МЧС и хозяйство при пожаре в Барановичском районе. В субботу утром спасателям сообщили о возгорании скирды соломы в поле возле деревни Ятвесь. Огнеборцы и работники предприятия оперативно справились с огнем. Пострадавших нет. Это спасение тоже заслуживает попасть в наш сегодняшний эфир. Мужчина помог выбраться из ущелья олененку. На записи видно, что вылезти из ямы самостоятельно Бэмби вряд ли бы смог. Но его заметил небезразличный человек, который вытащил бедолагу и отпустил на волю. Вот молодец, красавец. Спасибо, хоть сказал бы. А сейчас реклама. Но не переключайтесь, ведь она пройдет так же быстро, как убежал спасенный олененок. 30-летний бобруйчанин развернул производство наркотиков у себя в квартире. О том, что приближение дачного сезона не повод заниматься всякой ерундой и выращивать рассаду помидоров и перцев, решил мужчина и оборудовал у себя дома помещение, приспособленное для культивирования конопли. К своему промыслу аграрий подошел со всей ответственностью и установил оборудование для вентиляции и освещения. Систему полива, таймер и даже измеритель кислотности почвы. Да уж, с таким набором у человека были бы все шансы побить рекорд по выращиванию даже знаменитой репы, которую тащили дед, бабка, внучка и жучка. Но он выбрал иной вид селекции и сезон закончил так и не начавши. Сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Бобруйского горосполкома задержан 30-летний работающий несудимый бобручанин, который у себя дома оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания конопли. Мужчина пояснил, что выращивал данное растение для собственного потребления. Устанавливается причастность лица к сбыту наркотического средства марихуана. Фигурант содержан. Сделки с криптовалютой вне правового поля и рискованное занятие. В этом убедился и житель Слонима. Мужчина торговал на бирже и попал в поле зрения специалистов киберразведки. Установлено, что с декабря по марту он провел через свой кошелек свыше 100 тысяч рублей. Сейчас парню грозит административка за незаконную предпринимательскую деятельность и штраф до 4 тысяч рублей с конфискацией дохода. Милиции объясняют свое пристальное внимание к такой деятельности тем, что таким образом криптовалютчики способствуют аферистам выводить деньги в цифровое поле. В отношении криптовалютчика составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф с конфискацией до 100% суммы дохода. Напоминаем, реализация криптовалюты относится к предпринимательской деятельности и должна быть оформлена соответствующим образом. Держателям цифровых активов во избежание потери средств стоит проводить операции через официальные платформы. С необычной картиной столкнулись французские водители, которые стали свидетелями того, как горит машина скорой помощи. Как видно, автомобиль не просто полыхал, но ехал задним ходом, угрожая другим участникам дорожного движения. Что за призрачный гонщик устроил это ЧП, не сообщается. Но благо в этой истории, в отличие от голливудского блокбастера, никто не пострадал. О чем отличились белорусские водители, знает Алена Лешкевич. У нее обзор автомобильных происшествий. Пешеход погиб сегодня утром в Заславле Минского района. 50-летний мужчина переходил дорогу по Зебре и попал под Ситроэн. Почему водитель не затормозил перед пешеходом, выяснят следователи. Пострадавший скончался на месте аварии. Серьезное ДТП с участием четырех автомобилей произошло сегодня утром в Минском районе. На автодороге Минск-Держинск водитель «Лады» не справился с управлением и оказался в кювете. Перед этим он снес разделительное ограждение. Девушка на форт увидела аварию и резко затормозила и тоже протаранила металлический забор. После чего по инерции в ДТП попали еще две дамы на «Джили» и «Пежо». Пострадала водитель кроссовера. Еще одна женщина на «Джили» сегодня утром в Минске из-за невнимательности врезалась в бетонный забор. Произошло ДТП на улице Ванеева. Сама водитель не пострадала, чего не скажешь про ее авто. Что отвлекло даму, предстоит выяснить. В Смолевическом районе в кювет съехал Volkswagen. Двадцатилетний водитель не справился с управлением и оказался за пределами проезжей части. Пострадала его девятнадцатилетняя пассажир. Известно, что травмы оказались незначительными. Девушку после оказания медпомощи отпустили домой. В Червенском районе в ДТП пострадал водитель, который не уступил дорогу оппоненту. 67-летний местный житель на «Пежо» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил «Форд». Травмы получил предполагаемый виновник аварии. Гости на свадьбе немного приуныли – не проблема. Весьма кардинально эту проблему решил герой следующего ролика. Судя по всему, действия разворачиваются где-то на Ближнем Востоке. По крайней мере, там такие развлечения – норма. Благо, от таких интересных конкурсов этого хорошего тамады никто не пострадал. Пожалуй, такие развлечения оказались бы по вкусу лишь героям известной советской комедии «Свадьба в Малиновке», которые устроили на торжестве сражение между белыми и красными. Оставайтесь на позитиве, но при этом не забывайте о мерах безопасности, ведь на свадьбах лучше танцевать, а стрелять в тире. Это были криминальные новости с позитивным финалом. Мы работаем, чтобы вы были в курсе тематики «Зоны Икс», но сами при этом оставались на светлой стороне. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин